Библиотекари детской библиотеки номер 3 вместе с писательницей Юлией Ивановой рассказывают историю русской матрёшки. Кто не знает русскую матрёшку, румяную красавицу-игрушку? Возьмёшь в руки деревянную куколку, полюбуешься ярким затейливым рисунком – хороша девица. А улыбается она так хитро, потому что прячет секрет. Не спеша разъединишь две половинки, а внутри ещё одна матрёшка, поменьше, а в той ещё. Одно за другой раскроешь всех куколок, поставишь по росту в ряд, и вот перед тобой целая семейка нарядных матрёшек. Будто хоровод водят и тебя с собой приглашают. Невольно сам заулыбаешься, на душе становится веселее. Недаром каждый иностранец, побывавший в России, стремится увезти с собой в качестве сувенира именно матрёшку. Она давно стала одним из символов нашей страны. Но когда именно появилась эта игрушка? И почему так называется? И каким образом ей удалось стать всеобщей любимицей? Матрёшка-кукла загадочная. Наверняка можно сказать только то, что эта забавная русская игрушка очень молода. Ей чуть больше ста лет. Казалось бы, сотни лет – весьма солидный возраст, но археологи находили кукол, которым тысячи лет. По сравнению с этими древними игрушками, наша русская матрёшка совсем ещё ребёнок. Самая распространённая версия появления матрёшки такова. В конце XIX века богатый купец Анатолий Мамонтов, который коллекционировал народные игрушки, открыл в Москве магазин-мастерскую под названием «Детское воспитание». В этой мастерской работали народные умельцы и талантливые художники, а образцы игрушек доставлялись сюда из самых отдалённых мест России и даже из других стран. И вот однажды Мамонтову привезли из Японии фигурку добродушного мудреца Фукурумы – лысого смешного старичка, символизирующего в этой стране счастье и удачу. Игрушка оказалась секретом. Она состояла из двух половинок, а внутри неё прятались фигурки поменьше – ученики мудреца. Забавный старичок понравился всем. По его подобию токарь Василий Звёздочкин выточил из дерева заготовки, которые вкладывались одна в другую. А художник Сергей Малютин придумал эскиз и расписал кукол в русском стиле. Всего их было восемь, и все получились разными. Самая большая кукла выглядела, как румяная крестьянская девушка в платке и с чёрным петухом в руках. Вложенная в неё куколка поменьше держала корзинку. У третьей был в руках серп, у четвёртой – миска с едой. Пятым по счёту следовал братец в расписной рубашке. Шестой снова была девочка, которая держала за руку ещё одного братца. Седьмая матрёшка просто засунула палец в рот. А восьмая куколка, самая маленькая, была сделана в виде младенца, завёрнутого в пелёнки. Новой игрушке нужно было подобрать подходящее имя. Сейчас, конечно, не узнаешь, кто именно посмотрел на эту куколку, восхитился её красотой и назвал Матрёной. В то время на Руси это имя было одним из самых распространённых. Со временем имя так прижилось, что теперь мы называем матрёшками всех подобных кукол и даже пишем это слово с маленькой буквы. С чего же начинается изготовление матрёшки? Конечно, с выбора дерева. Чаще всего для основы используются лиственница, липа, осина или берёза, срубленные в конце зимы или ранней весной, когда в них мало сока. Дерево для заготовок должно быть сухим, чистым, без сучков и трещинок. Заготовленные брёвна сушат особым образом. Их складывают так, чтобы между стволами свободно проходил воздух. Если всё сделать правильно, то через несколько лет просушенное дерево как бы зазвенит, запоёт. Вот тогда его уже можно распилить на небольшие чурбачки – заготовки для будущих матрёшек. Подобрав подходящую чурочку, мастер приступает к её обработке на токарном станке. Первой вытачивают самую маленькую матрёшку, ту, которая неразборная. Иногда она бывает совсем крошечной, даже меньше человеческого ногтя, так что это очень кропотливая работа. Потом следует матрёшка побольше, состоящая уже из двух половинок. Последний на свет появляется самая большая матрёшка, в которую будут вкладываться все остальные. Чтобы половинки матрёшки плотно соединялись, мастер должен дождаться, пока нижняя половинка высохнет, а только потом изготовить и надеть на неё верхнюю. Именно в этом случае, когда верхняя половинка подсыхает уже на готовой нижней, обе части плотно прилегают друг к другу, и матрёшка не разваливается. Готовые фигурки протирают жёсткой бумагой-шкуркой, чтобы на поверхности не осталось даже малейших неровностей и шероховатостей, а затем пропитывают специальным прозрачным составом, который позволяет краскам ложиться ровнее. Держать в руках правильно подготовленную к росписи матрёшку – одно удовольствие, настолько она гладкая и приятная на ощупь. Но самое интересное происходит тогда, когда матрёшка попадает в руки художнику, который рисует ей лицо и одежду. Каждый мастер расписывает куклу по-своему. Вот и получается, что нет на свете двух матрёшек с одинаковыми лицами. Они бывают строгие и весёлые, румяные и не очень, с веснушками и без, улыбающиеся и задумчивые. Сегодня существует огромное разнообразие способов и приёмов, с помощью которых расписываются матрёшки, и нет никаких ограничений для фантазии художника. А та матрёшка, которая расписана особым, характерным только для одного единственного художника образом, называется авторской. Разумеется, прежде чем изобретать свои собственные приёмы, мастерам необходимо познакомиться с теми стилями росписи, с которых начиналась традиция изготовления русской матрёшки. Если знать некоторые их особенности, можно легко отличить одну матрёшку от другой. Для иностранцев русская матрёшка – это в первую очередь сувенир, приобретённый на память о путешествии в нашу страну. А нам, россиянам, не стоит забывать о том, что эта удивительная детская игрушка имеет богатую историю. Можно придумать множество игр с матрёшками, можно просто любоваться ими, а можно самому научиться расписывать деревянные заготовки. Конечно, для того, чтобы стать настоящим мастером, придётся потрудиться, проявить терпение, усидчивость и фантазию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok